Пациентка областного онкодиспансера Любовь Морозова с улыбкой встречает медсестера журналистов. После операции прошло пять дней и, по словам врачей, все страшное уже позади. Узнав о своем диагнозе, женщина долго не могла поверить в роковое стечение обстоятельств. В поликлинике по месту жительства ей дали направление в онкоцентр, где после квалифицированного обследования врачи диагностировали миомы матки. Я была у доктора в феврале и была абсолютно здорова. А потом в марте обнаружила у себя шишку. Ну а дальше все это стремительно выросло. Естественно, это только полостная операция могла что-то изменить. От четырех до шести операций в день и до 1400 в год. Это только в одном из отделений, рассказывает заведующий отделением онкогинекологии Владимир Щукин. Сегодня он провел очередную операцию по удалению матки с сохранением яичников пациентки, у которой на МРТ была выявлена патология репродуктивного органа. Ограничились стандартным объемом при данном заболевании. Тем более пациентка уже рожала, она выполнила свою репродуктивную функцию. Согласно была на удаление матки. Теперь мы будем ждать планового ответа гистологии. Дальнейшую тактику будем предпринимать по результатам гистологического заключения. Более 170 единиц нового оборудования экспертного класса было поставлено в Самарский областной онкодиспансер с 2019 года в рамках нацпроекта здравоохранения. Это позволило хирургам проводить уникальные операции с минимальными рисками для здоровья пациентов. В отделении онкогинекологии сейчас практикуются оперативные вмешательства, которые позволяют не снижать качество жизни и сохранить репродуктивное здоровье молодых женщин. Встречаются случаи и в молодом возрасте, в большей степени это генетические изменения, в большей степени это наследственный фактор у молодых женщин. Если мы говорим об онкогинекологии, и здесь немаловажную роль играет и вирус папилломы человека, то есть инфекционный процесс, поэтому, когда мы говорим о возможности вакцинации, необходимо также это использовать. Врачи утверждают, любое онкологическое заболевание легче предотвратить, чем лечить, и напоминают о необходимости прохождения профилактических и диспансерных осмотров. Своевременная консультация специалиста поможет не только диагностировать заболевание, но и спасти жизнь. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События.